Следующий вопрос. Так, в своей книге вы описываете влияние эмоций на человека. Могли ли вы подробно касаться того, что происходит в момент проклятия на хоросовном уровне и в целом на человека, на которого это обращено? Как убрать это воздействие? Ну, во-первых, здесь немножко смешают два понятия – эмоции и проклятие. Конечно, эмоции, проклятие происходят в определенном эмоциональном состоянии, это вне всякого сомнения. Но не эмоции делают проклятие. Проклятие – это действительно мощный энергетический удар, который зависит тогда, когда слова очень сильно влияют на человека, естественно. Мы, может, не всегда понимаем это. И когда проклинают это, действительно идет мощный удар по человеку. И именно слова проклятия, если его сказать в определенном состоянии качественном, эмоциональном поднятом, если у человека действительно от природы есть дар какой-то, то такое проклятие действительно разрушает на уровне генетики, это разрушение на уровне хромосомного. Потому что каждое слово имеет определенный резонанс, если оно разнесено в грозное состояние. Почему, допустим, вот вы не задумывались, наверное, были случаи, кто-то сидящий в зале баловался книжками по заклинаниям покупали, заговорам, договорам. Приходилось кому-то? Ну, приходилось, да? Читали. А вы не обращали внимания, почему? Одна книжка, да, где написана для всех, да? Один человек берет, произносит какое-то заклинание, оно действует, а другой человек произносит то же самое заклинание, в той же самой книжке написанной, не действует. Сталкивались с таким явлением? Слышали, по крайней мере? Я не буду выявлять, руки поднимать, чтобы не сказать, вот, выявляя, кто же так и баловался. Но, думаю, по крайней мере, если не сами пробовали для интереса, только слышали об этом. В чем разница? А дело в том, что слова не у каждого человека будут сопровождаться действием. Далеко не каждый человек произнесет заклинание определенное или, как говорится, какую-то молитву или так далее, оно окажет воздействие на того или другого человека или на то или то явление. Будет тогда произведено, когда человек будет находиться, имеет потенциал, соответственно, природный дар, и будет находиться в соответствующем качественном состоянии, то есть в состоянии своеобразного транса. Так вот, если проклятие произносит человека от природы одаренным, и он находится в состоянии с трансом, эмоции обычно такие бывают, когда вот человек в состоянии транс, то действительно, у одного человека произнесение проклятия приведет к тому, что на кого это проклятие наложено, идет разрушение на уровне геннодии, на уровне хромосомного, и можно передаваться из поколения в поколение. Для того, чтобы это убрать, нужно понимать этот механизм действия, скажем так, я просто в двух словах не опишу его, это довольно-таки сложный процесс, но действенный. И для того, чтобы снять это, нужно убрать все это, то есть отремонтировать поврежденные хромосомы, восстановить так, как должно быть до того, как это было произведено. Когда вы это сделаете, все, проклятие исчезнет и с вас, и с вашей потомкой. Защититься в какой-то степени можно. Но опять-таки, в зависимости от силы того, кто наносит это проклятие, потому что если ваша защита не очень сильная, а человек, которым наклад проклятия, очень мощный, и состояние, кольца, аффектно находится, то такое воздействие очень мощное, и может просто сломить в вас уже защиту, и так далее. Продолжение следует...